Ну что ж, приветствую всех вас, доброго времени суток, мои дорогие друзья, любимые подписчики, неравнодушные гости и зрители моего канала, а также неравнодушные граждане многих стран, в том числе нашей великой необъятной матушке России. С вами я, общественный деятель, блогер Юрий. Друзья мои, я думаю, каждый из вас в жизни сталкивался с несправедливостью, какой-то, может быть, колкостью, ну это мелочи, конечно. Каким-то разочарованием, каким-то своего рода злом и прочее. Но, к сожалению, иногда бывают такие ситуации, лишенного всякого здравого смысла, логики. И мало того, что это происходит вообще в нашей стране, так это еще происходит со стороны государственных органов. Органы, которые призваны защищать человека, а не наоборот. Вот. Одна из таких историй сейчас вам будет показана. Я все расскажу и покажу вам наглядно и досконально. Итак. Охоту за 10-летней девочкой начали судебные приставы в Пильне. Катю Мазанкину отец не выпускает из дома. В школу и кружки она не ходит, так как боятся, что ее прямо там заберут и увезут в Тверь. В Твери живет Катина мать. Родители девочки давно в разводе. И всю жизнь она прожила с отцом и его родителями. А теперь вдруг мать ее отсудила. Судебные приставы объявили отца должником, а ребенка объектом взыскания и осаждают их дом. Дедушка с бабушкой держат оборону. Почему вы запугываете? Почему не даете ни в школе учиться, ни заниматься ей музыкой? Как ей хотелось учиться в первой школе? Ну, дедушка с бабушкой, ну ни за что. Подожди, Саша. Нам все родит, она бабушке отдаст. Вот знаете, что? Голубочка, да, правильно. Мы знаем, но людьми надо быть. А мы это понимаем. Людьми надо быть. Они приезжают и в школу. Ко мне на работу постоянно на протяжении, наверное, трех-четырех дней ездили. Ребенка никто не отдаст. Она не вещь. Она не вещь. Она человек. И человек, который говорит свои слова. С кем вообще сама хочешь жить? С папой, с бабушкой и с дедушкой. Сейчас давно... Они меня воспитывают. Скажите, пожалуйста, на каком основании вы мою семью терроризируете? Пустите, пожалуйста. На каком основании вы школу запугали? На каком основании вы медицинские работники запугали? Скажите, пожалуйста, Марина Александровна. Марина Александровна, скажите, пожалуйста. Школу затерроризировали, затерроризировали медперсонал, затерроризировали моих родителей. Катю, вот по этому факту, она же тоже дома, она ребенок, ей 10 лет. Психика-то нарушается, они что творят вообще? Буду разговаривать с должником. Давайте так, мое удовлетворение. А какой я должник? Скажите, пожалуйста. По исполнению производства есть искатель, есть должник, да. Решение Пильнского районного суда от 21 апреля 2021 года. Исковое требование Мазанкиной Ольги Николаевны удовлетворить Мазанкину Виктору Александровичу, передать ребенка. С 8 месяцев Катя проживает уже всего Теникаевым. Развелись мы в 2018 году, но мы уже с ней практически не жили. Я постоянно здесь жил, то есть ей надо устроиться было на работу. И, ну, как бы отстранилась от воспитания ребенка. Нашла себе очередного сожителя. Ну, как я могу передать ребенка маме, если, ну, мамы, они даже уже друг друга не знают. 10 лет, представляете, какой срок. Это большой очень срок. Раньше общались, сейчас нет. Она сама на мне звонит уже. Мы развелись, ребенка он силы забрал себе. У нас двое детей общих. Сын и дочь. Сына оставил мне, дочку забрал силы себе. Как она скажет вам, что хочет, если там папа? Естественно, она говорит, мы проходили экспертизу. Независимо, внешне Новгорода. Эксперт русским медракомным писал, что ребенок подвергается воздействию отца. Я никаких денег на нее не получаю. Я не подала на алименты. Я не собиралась подавать. Я, во-первых, с ним пыталась поговорить нормально. Ведь раз она привыкла, раз она, да, там, бабушка, детская, я все поняла. И все ее любят. Она у них там вот такая певица молодая, я все поняла. Давай, я буду ее... Я так, как я уезжала. Ты мне спокойно. Давай с ней общаться, когда я приезжаю, когда я захочу ее забрать. Меня никто не мешал, не ограничивал. У меня нормальная семья, у меня муж, у меня двое детей, которых я там... Его же сын. Решение судом уже вынесено, обжаловано и вступило в законную силу. Больше я вам... Нет, ваш... Секунду, ваш результат. Вы писали заключение. Почему вы написали, чтобы ребенок жил с мамой? Потому что по закону. Что за закон? Семейный кодекс, гражданский кодекс. Есть решение суда, которое необходимо исполнить. Кстати, отец Катя через суд надеется добиться отмены прежнего решения об изъятии у него ребенка и снятии с него самого статуса должника. Так отец называется в документах судебных приставов, которые должны это изъятие ребенка производить. Катю Мазанкина перевели уже на домашнее обучение. Учителя в школе с пониманием относятся к ситуации. Для написания контрольных ходят к ним домой сами. Единственное, что он не может посещать музыкальную школу. Сколько продлится вся эта жизнь в осаде, сказать сложно. Ребята, это полный вообще абсурд. Представляете, отец по сути вырастил, воспитал эту дочку. Он прикладывал все усилия, все свои ресурсы вкладывал в нее, тратил на нее свое время драгоценное. Он ее воспитывал. Причем там со стороны отца это вполне порядочная и такая достаточно интеллигентная семья. Вы сами увидели там бабушка, то есть мама вот этого сына. Замечательная семья, которая вкладывала душу. Там видно, что люди просто вот светятся. Ну там не надо даже как-то проводить какую-то вот эту экспертизу так называемую. Ну видно же, что семья прекрасная, благополучная. Никто не пьет, никто не ругается, никто не применяет какое-то вот там, какого бы то ни было насилия или что-то в этом роде. Все нормально, все прекрасно. У человека, у этого парня хотят отобрать ребенка в пользу вот этой мамаши, которая вообще, вообще не при делах. Которая чихала и кашляла в свое время на ребенка. Ну, сами понимаете, там в каком году, 10 лет назад. То есть она ушла от мужа, она загуляла, она изменила по сути мужу с каким-то непонятным вообще чуваком. И суд хочет встать на ее сторону, отобрать ребенка, ну для нее. То есть ей дать ребенка, она там написала заявление. А отца лишить, так сказать, я так понимаю, родительских прав. То есть запретить ему видеться. При том, что эта мамаша вообще сомнительная личность. Может быть она там, ну понимаете, пьет. Может быть, ну раз какой-то сожитель непонятный, значит не исключу возможность то, что она действительно прикладывается к спиртному. Вопрос такой, где здесь здравый смысл? То есть государство, по сути, вот таким образом способствует чему? Деморализации, люмпенизации и маргинализации населения. То есть государство, получается, заинтересовано, чтобы ребенок жил вот в этой яме, где отсутствует добро, отсутствуют какие-либо ориентиры нравственные, где постоянно пьянка. И, соответственно, ну никакого нету развития. А теперь вопрос. Вот у нас государство говорит о каком-то повышении уровня нравственности, о повышении уровня всего. Вы знаете, у нас растет только уровень преступности, уровень безработицы. И пенсионный возраст. Вот оно достижение нашей, вот этой, нашего государства. И ничего не делается в пользу народа. Ни один законопроект, я вот за последние несколько, пять лет, допустим, я не видел, чтобы государство сделало что-то лучше. Я видел наоборот, что все только хуже и все только сложнее. Усложнить жизнь, повысить НДС, повысить пенсионный возраст, увеличить штрафы для тех, кто не платит налоги за воздух. Практически, ну, ребята, скоро это так и будет. Скоро мы будем все платить, да, наверное, даже покупать воздух в банках. Так, вот, пожалуйста, вот воздух стоит 500 рублей. Вот, чистый, свежий, так сказать, без примеси 500 рублей. И вот понимаете, в чем дело? Мы видим, что здесь вот ситуация, она прямо вообще лишенного всякого здравого смысла. То есть, семья, которая обеспеченная, ну, обеспеченная, не обеспеченная, конечно, сложно, так сказать, это как-то об этом судить или как-то это описать. Но то, что семья порядочная, это 140%, дорогие друзья, и у них отбирают ребенка. У меня вот вопрос, вы, вот, суды, приставы, у вас есть что-то святое, хотя бы крупица, чего-то божественного осталось? Или вы только думаете, как бы отжать, украсть, отобрать, разрушить, там, испортить кому-то жизнь? Выбирайте, на чьей вы стороне. Очевидно, что на вот этой левой стороне, которую я сейчас описал. Друзья мои, напишите, пожалуйста, свое мнение об этом инциденте. Что вы думаете все-таки по этому поводу? С вами был я, общественный деятель, блогер Юрель. Если кому, если кто сможет, дорогие друзья, не забывайте помочь моему каналу, мне, как-то где-то материально, где-то морально, буду очень благодарен. С вами я, общественный деятель, как я уже сказал. Подписывайтесь, ставьте лайки и жмите колокольчик. Всем удачи и пока!